Если опираться на чакрой видео, есть такая наука, то есть есть психофизические центры, как бы нервные сплетения их еще называют, в нашем устройстве. Есть физическое устройство и психическое устройство, есть центры, которые работают. И в зависимости от того, на чем вы сосредоточены внутри себя, вы по-разному видите мир и окружающих людей. И разные задачи выполняете. Открываете один центр, вы видите вот таким образом. Открываете другой центр, вы видите уже по-другому. И если вы можете этим управлять, вы можете быть очень успешным человеком. Найти общий язык где угодно, с кем угодно, в любой ситуации, если вы управляете процессом внутри себя. Если же вы рассматриваете жизнь только из одного центра, внизу или где-то еще, вы увидите, что кто-то вас понимает, кто-то вас категорически не понимает, не согласен. Есть конфликт разногласий. Если у вас открыты все центры, можете понимать все, что угодно в этой мире. Можете понять и Сократа, и обычного крестьянина. Можете все правильно осмыслить и строить правильное отношение с любым живым существом. Можете даже понимать язык животных. Да, там есть язык. Там тоже есть свои чувства и переживания. Это наука, она описана, она это йогическая практика. Я не говорю, что нужно заниматься йогической практикой всем, но немножко разобраться нужно, потому что наша жизнь, она тоже своего рода йога. Мы с чем-то себя связываем. Это есть йога. Семья – это тоже йога. Общество – тоже йога. Мегаполис – тоже йога. Мы для кого-то одеваемся, видите, для кого-то мы живем. Но мы всегда для кого-то что-то делаем. Это называется связь или йога. И высшее проявление йоги – это связь со сверхсознанием или с Богом. Сверхсознание – это уже понимание жизни, но в целом. Вот. Космополитическое видение. То есть, когда мы понимаем законы бытия в целом, осознаем ощущаем их. Рад же видим, рад же глухим по ветрам, и дам мутамам протягшие вагам. Мы дхармям, шишуткам, карту, мам, яям. Это царь знания. Чистейший из чистых знаний. И мы можем это почувствовать чувствами, когда обретаем знания. Это не теория. И оно приносит огромное счастье. Шишуткам, карту, мам, если мы выполняем эти вещи, действуем так. Огромное счастье приносит человеку. Знания о самом себе. Это царь всех знаний. Познаешь себя, познаешь все. И самая нижняя, как бы, чакра, это начало нашей жизни. Вот первая линия будет нашей жизни, первые семь лет возьмем. Это развитие одной чакры, нижней чакры, от рождения до семи лет. Первая будет, первая фаза нашей жизни будет. Их семь фаз. Семь так, и семь так получается. Семь чакр. Первая чакра означает выживание. Некий страх. Я в неизвестном мире нахожусь. Я ничего не понимаю. Я только появился на свет. Если мне что-то нужно или что-то пугает, я просто кричу. У меня очень нежное тело. Малейшая вещь представляет нею беспокойство. Начинаю сразу кричать. Сразу начинаю выражать это очень резко, бурно. Понимаете? Маленькая вещь, которую терпит любой человек, ребенок не терпит. Немножко заболел живот. Он кричит и кричит и кричит. С ума сведет просто. Зубы режутся. Он кричит и кричит. Не так запеленал или он там, не перепеленали вовремя. Он кричит. Боже мой, боже мой, боже мой. Тут днем и ночью, днем и ночью. Это первый год его жизни. Он выживает. Ему нужна еда. Он кричит, требует. Ему плохо. Он кричит. Он требует, чтобы было лучше. Он так вот выживает. Его нужно держать практически всегда близко на руках. Тактильно он знает, что у него есть перебежище и защита. Только так он понимает перебежище в этом возрасте. Первый год жизни. Необходимо держать его на руках. Гладить. Петь ему песню, вибрацию, чтобы он чувствовал близость матери. И тогда он успокаивается. Страх уходит. Если вы недостаточно носили ребенка на руках в этом возрасте, вы можете испортить ему психику. На втором годе жизни просыпаются чувства. Выше чакры. Открывается. Дает ему возможность чувствовать, желать, капризничать уже. Выражать свои чувства, свою волю. Начинает два года уже капризничать. Что-то хочу, что-то не хочу. Уже начинает разбираться в этом. То же самое обязанность родителей выполнять его желания. Если вы не выполните желания в этом возрасте, его каприз, вы травмируете ребенка. В этом возрасте он царь. Все, что хочет, вы должны ему дать. Нужно погладить, гладите. Нужно накормить, кормите. Не нравится, сделайте то, что ему нравится. Вы будете ему служить. Выполнять все его желания. Это очень важная практика для отношений. Уметь служить. Это родительское положение. А не слуги своих детей. Пока они в таком возрасте. Третий год. Пробуждается такая деловитость. Начинает изучать мир. А это что такое? А тут что? Он тут сломает. Там испортит. Там раскрасит вам холодильник чем-то. Или стены нарисует. Замечательно. О, Боже мой, как. Вот и надо же. Не усмотрел. Оставил фломастер. Ребенок зарисовал все стены однажды. Расписал. Теперь что хотите, то и делайте. Итак, дети изучают мир. По-своему они ломают обязательно. Так, в три года они будут все ломать. Если в три года ваш ребенок все ломает, хороший ребенок. Он правильный, здоровый, нормальный ребенок. Если вы в три года говорите, ах, ты такой секой, ты вазу хрустальную разбил. Ты понимаешь, это хрусталь. Вот тебе. Да какой ему хрусталь в три года? Ему что золото, что камень, что хрусталь. Он не понимает этих ценностей. И вы его бьете, потому что вы-то понимаете, он хрустальную вазу разбил. Будет знать теперь. Вы разрушаете его психику и мешаете его эволюции в этом случае. В три года вы должны знать, как живет эта личность в три года. Чем живет? Что он чувствует? Какая его задача сейчас? Эволюция, развитие. И помогать ему в этом никак не препятствует. Четыре года он чувствует радость общения. Начинает болтать интересные вещи, знаете, он слова всякие придумывает. Все, что он не делает, интересно становится. Много радости приносит ему жизнь в отношениях. Начинает уже чувствовать гармонию отношений, что он уже участвует в жизни гармонично, радостно. Это ваш ребенок. Если вы говорите, ну хватит болтать глупости, слишком много глупостей, ты говоришь и так далее. Мешает его развитию? Должен говорить то, что он чувствует, то, что он думает, и четыре года. Вот уже воспитание, как таковое, начинается с пяти лет. До этого времени он просто царь. Вы просто делаете то, что он хочет. Это полезно для нашего ложного эго, ложного обозначения. Я живу в мегаполисе. Да иди пеленки постирай теперь. А у меня хороший бизнес. Да. Посиди с ребенком. Мне сейчас нужно вот садить к доктору. Теперь посиди с ним, понянчи его, покори с бутылочки. Или полы помой сам. Или что-то в иди то сделай. Или то. Простые вещи. Наприклад себе простые вещи в служении своей семье. На работе я начальник, а дома я пошел мусор выносить. Жена сказала, понимаете. Это необходимо нам, иначе мы станем очень гордыми в мегаполисе. Где угодно. Если мы не будем привычны к простым вещам, которые необходимо делать, с радостью. С желанием это делать. С любовью это делать. Мы потеряем свое полноценное сознание человеческое. Мы становимся искусственными в искусственном городе, просто думая о себе что-то. Я то, я это, я то, я это. Я хочу быть лучше других, богаче других, я же в конкуренции, поэтому я думаю что-то о себе. Я себя ценю, я должен себя ценить, себя уважать, любить себя прежде всего. Мы так слышим часто очень. А вот иди постирай лучшие пеленки. Нет, я куплю одноразовые подгузники, будут просто их выбрасывать и все. Я в мегаполисе живу. Нет, а как же любовь? Ну пусть тогда машина готовит, машина стирает, машина кормит. А где ты будешь матерью? В каком месте тогда? Твоя роль матери где, в чем заключается? Ты теряешь квалификацию таким образом. Ты ее отдаешь кому-то. Ты отказываешься от своей природы. Ты отказываешься от своего развития. Почему родители должны служить детям? Почему? Это нужно. Это не какая-то ошибка природы, понимаете ли, вынужденные обстоятельства. Это разум природы. Разум Бога. Ведь мы же прожили наше детство неосознанно. Разум был неразвит. Это что, потерянное время? И вот когда вы воспитываете своих детей, вы таким образом восполняете этот недостаток. Проживая еще раз детство, воспитывая ребенка. Осмысливая свое детство, своих родителей еще раз заново. Уже по-настоящему. Поэтому, говорит, пока ты не станешь родителем, ты не поймешь своих родителей. Пока ты не будешь иметь детей, ты не поймешь своего детства прожитого. Себя не поймешь. Упустишь эти вещи. Итак, в пять лет начинается, открывается пятая чакра. Это философский способ мысли. Он уже будет осмысленно, может спросить вас, а кто я? Откуда? А что вот это все означает? Ищет смысл. У ребенка такие вопросы появляются. Опять же, если мы говорим, ну, никто не знает, не задавая тех лишних вопросов, вырастешь, все поймешь, а скорее всего, женишься, пойдешь на работу, и все забудешь. Неважно. Вы закрываете эту чакру, все. Ее нет. Сегодня философских мыслищих людей меньше стало, потому что они не получили ответа, не получили поддержки в свое время, в нужное время не получили ответа. О том, что это не глупый вопрос. Да, я не знаю ответ, но это не глупый вопрос. Нужно искать ответ на этот вопрос. Это важный вопрос, слушай, ты задал. Ты же языком как бы младенца глаголит истина. Это хорошие вещи нам говоришь. Мы-то забываем об этом, мы вот работаем, там деньги у нас, мегаполис у нас, все свои ложные обозначения, мы уже погрязли в жизни, да, нам уже не до каких-то высших ценностей. И ребенок вас спрашивает, а что это за жизнь? А кто я? А откуда я? А зачем я? Боже мой, с ума ты мне сведешь на вопросы. Мне на работу пора. Вот ешь и все, иди играй. Если мы так относимся, пренебрежительно, игнорируем вот эту чакру, этот возраст ребенка, мы в нем что-то закрываем, да, мы что-то разрушаем. Веру вот в самого себя. Вот эти свои вопросы, свои интересы. Человек отчуждается, замыкается как бы от нас. Если мы игнорюжим какие-то вещи, ценные для него, он отчуждается, ребенок. И в 12 лет вы уже не получаете друга. Получаете замкнутого, скрытного от вас ребенка. Пять лет. В шесть лет у него пробуждается своя детская мудрость. Он уже может применять какие-то знания сам на практике, самостоятельность. Он уже стремится к самостоятельности. Это время обучения. С пятилетнего, шесть лет уже обучают и теории, и практике. Уже начинается образование. С пятилетнего возраста по чакре в виде. Потому что в соответствии с его возрастом это не происходит. Естественно. Нельзя это ускорять. нельзя менять вот этот естественный рост природы. Каждый растет в свое время. Потом рост останавливается. Потом идет созревание. То есть есть свои функции. Своя программа заложена в человеке. Рождается, потом растет, потом созревает, потом будет увядать. А с этим полностью исчезнет это тело. Это шесть фаз нашего развития. И во всех, в каждой фазе есть свои великие ценности внутренние. Даже когда тело увядает, дух становится свободным. Понимаете? Смысл того в возрождении души смысл нашей жизни. В трансформации нашей жизни. Сначала мы привыклятельны как тело. Да, и гордимся. И живем как тело именно. Как красивый, как молодой, разумный, образованный человек. У нас есть планы какие-то, отношения мы строим благодаря красоте и молодости. А когда красоте и молодость уходят, мы уже не можем так же отношения, мы уже теряем привлекательность внешнюю. Если у нас нет мудрости, нет духовных знаний, глубины чувств, глубины сострадания, любви, мы становимся обесцененными, ненужными людьми. Молодежь на таких стариков смотрит, как на другой биологический вид вообще. Откуда они берутся? Ты таким тоже будешь? О, не-не-не-не, я таким не буду, я лучше раньше умру. Не хочу таким быть. Другой биологический вид вообще. Он не понимает ничего, он не успевает, он на других скоростях забедленных каких-то живет. Я быстро сел, поехал там, договорились, тут схватил. А старый человек, он пока там что-то скажет, кто-то посмотрит, разглядит там, додумается. Слава Боже мой, некогда вообще с ним общаться. Но мне бабушка говорила, если ты хочешь узнать какой-то совет, то хороший получить по жизни, мудрый, иди вот к тому старику. Вот он знает, старик знает. Не спрашивай просто у кого-то, спроси у мудрого старика. И вот я тогда думаю, а кто же такие мудрые старики? Каждый старик мудрый или нет? А бывает вот старый дурак и малый дурак. Вот вроде состарился, а мудрости не приобрел, тоже бывает. А что значит? А закрыты центры? А вот проблема в чем? Он в своей эволюции не развивался. Где-то вот случилось это. Где-то это в образовании случилось, или в отношении что-то случилось. Так же сейчас психологи говорят, давай раскрутим причину от этого комплекса, вот этой психической проблемы. Давай что-то было в прошлом, посмотрим, там есть какая-то причина должна быть, с твоими родителями или с кем-то еще. Так было. А бывает просто собака напугала, и вот сейчас у тебя такая психика. Они вот это ищут причину в прошлом, то есть карма.